Это очень интересно, потому что по многому, вы понимаете, экономика Белоруссии зависит от состояния российской экономики. Россия является великолепным полигоном испытания взрывоопасных институтов и практик Запада. Причем они великолепно выграют самое хуже. Говорят, что Западное вообще дерьмо и не работает. И Евгений Романенко, он как бы человек, который знает людей, в том числе и с экономической сферой, теоретической, и с практической сферой, с бизнесом. Он творчески подошел к освещению этого вопроса, потому что у нас на самом деле будет не только Женя выступать, а также его партнер по еженедельному освещению проблем российской экономики, одними из самых известных без преувеличения российских предпринимателей. Женя об этом сам скажет. Женя, пожалуйста. Меня зовут Евгений Романенко, и почему он может поговорить в Российской Федерации? У меня была в Российской Федерации, и последние 10 лет я жил в Санкт-Петербурге, в городе Анивек, где мы, собственно, с Ярославом развиртуализировались. Он приезжал к нам на конференцию. Плотно очень работали с питерским автейским кластером, это институт Хайка, и Павел Усанов, известнейший человек, он самый главный поливизатор. В общем, Петербург такая интеллектуальная столица. По долгу службы я общаюсь с большим количеством российских предпринимателей, я понимаю, как они думают, в общем, будущее инсайдерам в стране. И ежедневно получая информацию о том, что там происходит, можно об этом судить. Разумеется, мнение субъективно, но благодаря аппарату анализа от физки школи мы понимаем, какие тенденции есть. Сегодня, как Ярослав сказал, действительно присутствует заочно наш незримый участник, это предприниматель Дмитрий Потапенко, известнейший российский ритейлер. Мы с ним делаем ежедневную программу «Курс для пошли по брейкинг-мюзу». В YouTube ее можно смотреть на канале Дмитрия Потапенко, где с некоторой долей сарказма, юмора и, разумеется, с позиции автористской школы она у Дмитрия удовольствует. Просто я не буду перевербовать. Он раньше Макса называл, да? Сейчас называет Мизос, она капитализм, хайк. Мы очень рады спрашивать. Мы дарим освещение самых главных российских новостей, абсурдных, с точки зрения экономических последствий. Выпуски программы посмотрятся в YouTube, если дадете. Но сейчас мы с Дмитрием записали специальное интервью, он должен был приехать, но он отказался. Тем не менее, на вопросы, заявленные на словом в повестке, мы попросили Дмитрия ответить. И вы сейчас увидите его мнение, как предприниматель-инсайдер, который знает еще больше о состоянии российской экономики, российского бизнеса. Я прошу запустить этот 20 минут герой. Страх – лучший товар, который есть на сегодняшний день. Страх перед врагом продается лучше всего. И в этом случае вопрос в первую очередь к гражданину. В первую очередь, да нет, не к правителям. Правители исполняют свою функцию. Они захватили власть, их задача удерживать эту власть. Ты, сидящий по ту сторону экрана, ну, почему ты продаешь, даешь возможность покупать свой страх? Мы все смотрим американские всяческие блокбастеры, когда прилетают всякие дементоры, которые питаются страхом. Так если ты думаешь, что это какая-то фантазия какого-нибудь Марвела или там Диснея, нет. Добрый день, друзья. Это экономическое интервью на канале Тетрассерс. Меня зовут Евгений Романенко. С 27 по 30 июля в живописном месте на Браславских озерах в Беларуси пройдет летний адвокаси-кэмп влиятельных людей под названием «Капитализм для Беларуси. Уроки и вызовы современного мира», который в частности организует известный белорусский экономист Ярослав Романчук с коллегами. Одной из тем, которое будет обсуждаться, является значение фактора России для белорусской экономики, которая вот уже четверть века представляет собой такой баркас, который тянет на буксире российский ледокол. Что сейчас происходит на этом ледоколе и не превращается ли она из буксира в тяжеловесный якорь, который может не только затормозить, но и с легкостью потопить многострадальный белорусский баркас, если последний не отправится в самостоятельное плавание по океану мировой экономики. До чего, видимо, потребуется сменить капитана баркаса. Об этом мы решили спросить российского предпринимателя Дмитрия Потапенко. Дмитрий, приветствую вас. Добрый день. Экономическая и внешняя политика Кремля после очередных выборов Владимира Путина. Дмитрий, на ваш взгляд, какую систему построил и продолжает строить российское государство? Вы знаете, Евгений, что меня тревожит, потому что я в Беларуси проводил несколько встреч. Ну, во-первых, там у нас есть небольшое предприятие, как оказалось, на территории Российской Федерации. Найти за адекватные деньги сварного, как это говорится, оказалось непросто, поэтому пришлось это делать на территории Беларуси, где с синими уродничками все не так уж плохо. Касаемо, так называемой, внешней политики России с взаимодействием со странами бывшего СССР или странами бывшего СНГ. К сожалению, я, по крайней мере, вижу то, что вижу, происходит работа такого старшего брата с младшими братьями. И, опять-таки, с сожалением я вижу то, что младшие братья принимают такие правила игры вместо того, чтобы выстраивать самостоятельную позицию. Более того, напомню, безусловно, маленьким государством крайне непросто жить рядом с большими сателлитами. Но есть знаменитая пьеса, называется она «Стакан воды», и там один из ее героев, старый царедворец, сказал замечательную фразу. «Маленькое государство никогда не сможет соперничать с большим государством, но оно сможет выжить, если за него будут или за его территорию, или за его интересы будут соперничать два крупных государства». Яркий пример оказалась Украина. Задача украинского руководства, бывшего украинского руководства, была, на самом деле, с одной стороны, проста, она легко формулируется, но крайне непроста к исполнению. Это задача доить двух маток. То есть все время обещать одной стороне, например, Европе, что еще чуть-чуть, и мы вступим в Европейский Союз, и получать оттуда дотации, преференции и, самое главное, технологии. Вторая такая же, такой же посыл к российскому руководству, что вот еще чуть-чуть, и мы присоеднимся или будем единым целым с вами. На мой взгляд, у Беларуси куда больше и эффективнее есть метод, безусловно, это транзит российских товаров в Европу. На мой взгляд, белорусское руководство могло бы взять на себя функцию логистического оператора, причем сильного логистического оператора во всех смыслах этого слова. Но то, что я вижу на сегодняшний день, довольствуется, в том числе экономическое руководство, тем, что, попросту говоря, использует логистическую функцию в качестве транзита углеводородов, попросту снимая свою какую-то маржу. Вот эта позиция и России, и Беларуси меня расстраивает, потому что, на мой взгляд, это ухудшает и жизнеспособность экономических властей, как России, так и Беларуси. И я боюсь, что эта политика двух министерств, ведомств и двух вождей всерьез и надолго, и она, к сожалению, не имеет успеха в долгосрочной перспективе, ну, за гранью жизни двух вождей. Вожди приходят и уходят. Странам было бы неплохо жить и народам, самое главное, на общность под названием народ куда более важна, чем жизнь того или иного вождя. На фоне явно консолидирующейся в отношении образа внешнего врага России наблюдается такая фрагментация Запада в российском отношении. Здесь, на ваш взгляд, имеет место с российской стороны некий стратегический мегаплан по добиванию разлагающего Запада или просто гибридное информационное сопровождение их собственных ошибок, которые они тоже в изобилии наворотили в своем лагере? На мой взгляд, здесь образ врага очень удобен и вообще в целом удобна стратегия войны, потому что под войну можно все списать. И все просчеты легко списываются. Самое главное, легко списываются деньги. Мы же с вами не знаем, построен мост или он взорван, или он построен и после этого взорван, или он вообще никогда не строился, а деньги ушли налево, а взрывники просто его взорвали. Эта аналогия имеет отношение, конечно, и, безусловно, к гражданам России, которые являются новой нефтью. Вообще, построение образа врага, он самый примитивный и легко работающий. Чем менее образовано население, чем менее оно думающее и задумывающееся, и задающее себе вопросы, тем легко работать на инстинктах. Страх – лучший товар, который есть на сегодняшний день. Страх перед врагом продается лучше всего. И в этом случае вопрос, в первую очередь, к гражданину. В первую очередь, да нет, не к правителям. Правители исполняют свою функцию. Они захватили власть, и их задача удерживать эту власть. Ты, сидящий по ту сторону экрана. Ну, почему ты продаешь, даешь возможность покупать свой страх? Мы все смотрим американские всяческие блокбастеры, когда прилетают всякие дементоры, которые питаются страхом. Так если ты думаешь, что это какая-то фантазия какого-нибудь Марвела или там Диснея, нет. Дружок, мы, к сожалению, это мой юный падаван, это не фигура речи. Это прямая твоя жизнь, когда твоим страхом покупается многое. И самое главное, покупается жизнь твоих внуков. Если ты готов платить, плати. Давайте разберемся, с чем, собственно, мы имеем дело. Что еще в экономике России есть, кроме нефти, газа, ВПК, природных ресурсов? Вообще, технически, конечно, в экономике России могло бы быть много чего. Но именно слово «могло бы», вот мне уже там пятый десяток, скоро там буду переваливать за шестой. Меня как раз тревожит, что мы бегаем по кругу и, в первую очередь, как граждане. Потому что для меня... Многие, говоря, обсуждают Владимира Путина. Я, например, не вижу никакого смысла обсуждать Владимира Путина. Потому что для меня существует система управления. Страной управляет не только Владимир Путин, но и управляет бюрократией, да, безусловно, созданной в том числе и им. Но эта бюрократия зачастую сильнее, чем сам Владимир Путин. И Владимир Путин скоро уйдет. Да, скоро уйдет это. Но в рамках исторических перспектив очень короткое время. Да, может быть, мы умрем, но, тем не менее, с точки зрения исторических перспектив он скоро уйдет. А что будет дальше? Нет, не вопрос преемника. Вопрос той самой структуры, которая построена. Мы не персонифицированы. То есть он не правит везде и здесь и сейчас. Точно так же, как скоро уйдет у нас Григорыч. Григорыч тоже скоро с точки зрения уйдет. А кто останется править? Останется править? Нет, не Коля. Останется править та же бюрократия, которая построена по образу и подобии абсолютно российских. Поэтому все равно, мой юный падаван, вопрос будет к нам с тобой. Какую систему, систему, услышь меня, управление государством, белорусским или российским, мы хотим себе видеть? Если мы хотим персонифицированную систему управления, мы всегда будем ставить себе подонка. В любом случае, если мы хотим видеть систему, которая построена, встроили мы сами же, для себя же и несем ответственность самостоятельно за все принятые решения и не передаем право управления своими финансами, своей жизнью, своим трудом кому-то под названием государство, это совершенно разные системы, которые мы можем увидеть. Поэтому ключевое я хотел бы сконцентрироваться не на персоналиях Григория Лукашенко или, соответственно, Владимира Путина, а на нас с тобой, дорогой мой друг. Почему мы говорим, собственно, и о школе, которая будет проходить или там лагерь, скажем так, надеюсь, что этот лагерь останется экономический и не перерастет в другие лагеря, которые наши власти регулярно строили, в том числе и для экономистов. Итак, это задача побудить тебя, побудить тебя, простого гражданина, посмотревшего это видео, задуматься, какую систему ты хочешь видеть. Если ты хочешь видеть над собой кого-то, ну, мне хочется сказать, из всех религий крича, не сотвори себе, пожалуйста, кумира. Нет никого более главного, чем ты, сидящий по ту сторону экрана. Для тебя, для твоей семьи, для родных, близких и для твоего общества. Если говорить о монетарной и фискальной политиках Российской Федерации, можно ли охарактеризовать их как такое технократическое балансирование для удержания ситуации в более-менее нормальном ключе, без углубления в тотальный госплан по советскому образцу или как-то иначе? Я думаю, что попытки создать тотальный генплан есть у каждого ведомства. Но есть только одна проблема. У каждого ведомства есть желание быть главным в этом генплане. И поэтому генплан создан не будет. Вернее, он будет создан как документ, но никогда не заработает, потому что это не лебедь, рак и щука, а это сотни маленьких миньонов, которые поставили себе какого-то маленького управителя, и эти маленькие управители между собой рубятся. Поэтому эта бюрократия не в состоянии что-то создать, а потом это воспроизвести. Возможно ли, ну, естественно, самым простым человеческим желанием поставить себе царя, который все это сорганизует? Нет, дорогой мой юный падаван, не было, нет и не будет. Пожалуйста, строй свой экономический мир. Другого варианта нет. Поэтому никакой генплан нас, конечно, не спасет. А поскольку мы говорим о лагере, где вырабатываются основы экономики и основы мысли, то основа этому простой труд простого гражданина, можно назвать ремесленнический. Вот я всегда себя в лучшем случае называю ремесленником. Хотите, называйте меня лавочником, но я ремесленник в своей профессии. Я считаю, что вот это ремесленничество, гильдии ремесленников должны, как говорится, разрастаться, разрастаться, разрастаться. И основой основ являются ремесленники, люди простого ремесла, которые могут быть чуть больше с точки зрения бизнеса, чуть меньше. Ну и другого варианта нет, и никакой генплан этому не поможет. Если говорить о таком образовании, как Евразийское экономическое сообщество или ЕАЭС, имеет ли Российская Федерация в нем, на ваш взгляд, некие свободы, дополнительные перемещения товаров, услуг, денег, рабочие силы? Или это остается таким номинальным образованием для экономики страны? Не просто номинальным, а практически отсутствуем. Потому что говорить о евразийском сообществе, вот именно в рамках бывших стран СНГ, либо бывшего СССР, попытки создать опять СССР не получится, они чисто экономически. Потому что, как ни крути, все равно мы обтягиваем себя колючей проволокой, и Россия себя обтягивает колючей проволокой и тянет в эту же кабалу своих соседей, сателлитов, скажем так. До тех пор, пока мы не осознаем, что мир глобализован, и задача каждого государства найти ниши во всех видах производства, переработки, услуг. Разговор о том, что кого-то куда-то не пускает, ну, простите, 10-15 лет назад, кто бы знал о существовании Фейсбука. Ну, это что означает, что ниши все заняты? Что означает, что Фейсбук не мог быть создан на территории Беларуси? Да ничего подобного. Полная ерунда. Фейсбук мог быть создан на территории Беларуси, но при этом якобы все ниши заняты. Где же они все заняты, если взлетел такой монстр? Более того, пример того же, соответственно, Телеграма или пример того же Вайбера. Что, ниши все заняты? Так может, они не заняты, может, они заняты вот здесь? А вот здесь это уже, как говорится, не лечится. Это не зависит от того, какая у вас национальность или есть ли у вас евразийское сообщество, или оно отсутствует. Поэтому запомните, мир и вселенная существуют вне зависимости от существования границ. Границы создают политики специально, чтобы вас контролировать. И государства, типа государства создают политики. А вы – люди свободного мира. И никак иначе. Одними из самых распиаренных, пожалуй, эпизодов торгово-экономических отношений между Беларусью и Россией являются регулярные торговые войны. Цемент, сахар, молочные товары, фрукты, овощи, автомобили, газ, нефть, чего только не было. И Данкерс, и этот надзор российский уже стал, в общем-то, оружием. Его открыто Лукашенко называет оружием российским против Беларуси. В чем, на ваш взгляд, природа этих самых товарных войн? Это милые бронятся только тешатся или здесь что-то более глубинное? На мой взгляд, тут, Жень, практически в вопросе есть два ответа. Это глубинное того, что эти милые по-другому жить не могут. Это именно глубинное. Они не привыкли к свободе. Нам кажется, что эти милые свободные люди, они люди, сидящие просто в золотых клетках. Поэтому они никогда по-другому мыслить не будут. Их мозг, он зажат не в черепной коробке. Он зажат в череде не просто, даже не стереотипы. Это, наверное, характер и поведение. Это окружающая среда, которую они сами вокруг себя создают. Ну, то есть это... Ну, для меня-то это ужас, потому что вроде как бы люди достигают таких величин, строят, на мой взгляд, такое рабовладельческое общество внутри самих себя. Ну, то есть они пожирают самое себя. Поэтому здесь милые по-другому мыслить не могут. Они были, есть и будут. Придут ли им на смену другие люди? Вопрос опять-таки, дорогой мой подаван, к нам с тобой. Если наше общество хочет видеть себе царей, царей мы себе и будем назначать. Следующим царем у нас с тобой после ухода этих будет, напомню, водитель автобуса, если ты не знаешь. Водитель автобуса существенно хуже, чем директор клуба и даже чем директор совхоза. Ну, последние как минимум четыре, пожалуй, года можно характеризовать в состоянии брожения российских умов, как эпидемии ностальгии по советскому славному прошлому. Ну, тот, кто жил в нем, так, особенно молодое поколение этим болеет. Можно ли констатировать, что сейчас ценности и приоритеты россиян не без помощи пропаганды, разумеется, и телевизора, направленные в прошлое, как известно, прошлое российское непредсказуемо, и, в общем-то, в будущее фонарик совсем не смотрит? Ну, это же выгодная история. Это точно такая же выгодная история, как и, так скажем, внешний враг. Это звенья одной цепи, потому что победы прошлого можно мифологизировать, ненужные вещи на них можно не смотреть. Мы же с вами никогда не обсуждаем Вторую мировую войну с 31 сентября 1939 года. Мы почему-то обсуждаем обязательно 22 июля. Июня, вернее, извините. Важные даты, да, безусловно, важные даты. Но для разума надо обсуждать все в реалиях, в абсолютных реалиях. Точно так же, как нужно обсуждать нулевые в реалиях 90-х, потому что те, кто пришли и правят нами в нулевых, надо смотреть, чем они занимались в 90-х. Они тоже жили не в безвоздушном пространстве. Один, когда, по-моему, Крыжановского спросили, говорит, как достичь такого развития ума, как у вас, он сказал, что нужно закончить три университета. Только первый университет должен закончить ваш дед, второй университет должен был закончить ваш отец, а третий университет должны были бы закончить вы. То есть даже он говорил, в общем, о том, что есть преемственность. Мы люди не в безвоздушном пространстве, а поскольку мы все время, как царство государства, переписываем свою историю, мы будем вынуждены бегать по этому кольцу вечно, до тех пор, пока мы не начнем историю не переписывать, а признавать ее все факты. Потому что не существует ни положительных, ни отрицательных фактов. Существует данность, и эти факты надо просто анализировать и понимать, к каким последствиям они приводят. Именно к последствиям. И на основании этого корректировать свое поведение в будущем. Эту фразу приписывает Лао Цзинь. Неважно, надо не сожалеть об ошибках прошлого, надо предотвращать ошибки будущего. На мой взгляд, это наиболее верная фраза на сегодняшний день для политиков и экономистов всех стран бывшего постсоветского пространства. Не является большим секретом, что белорусские предприниматели высказывают явные опасения по поводу специфического российского способа ведения бизнеса, излишней российской агрессии бизнеса, необходимости ей противостоять и так далее. Насколько эти опасения оправданы и насколько у белорусов есть возможности интеграции белорусских производителей в производственные цепочки российского бизнеса? Находят ли бизнесы двух стран между собой язык? На мой взгляд, бизнесы двух стран, вообще коммерсанты находят легко язык, потому что это истинные коммерсанты, те, кто не опасается конкуренции, те, кто приспосабливается к условиям того или иного рынка. Ведь со времен стародавних Садко свою авантюрную операцию делал, извините, на деньги купцов. И он шел, между прочим, по логистике, то есть торгашей. Если мы почитаем все сказки, то если бы не проклятые торгаши и логисты, им же вторенные, ну и, безусловно, немножко там служивого люда, то бишь охранников, обеспечивали все сношения между царствами и государствами. Поэтому то, что я вижу по предпринимателям, по и по тем мастер-классам, которые я проводил в Белоруссии, к сожалению, меня тревожит инфантилизм. Очень большое желание рассчитывать на какого-то арбитра, царя-государя. То, что касается ведения бизнеса в Российской Федерации, он непрост, сразу могу сказать. Особенно это касается контролирующих органов. Насколько ведут себя агрессивно предприниматели, ну, это конкурентная среда, да, она достаточно жесткая. Сразу могу сказать, за рубежом она еще более жестче, чем даже в Российской Федерации. А если уж говорить о Китае, то там вообще бы у вас подметки бы ворвали прямо на ходу. Но, тем не менее, российский предприниматель, ну, я в частности, тоже работаем и в Китае. И я воспринимаю то, что там могут подделать очень быстро, не исполнить заказ. Ну, привожу частенько пример. Первая моя операция в Китае, она достаточно известна, она была крайне провальная. Я купил по конце 80-х, начале 90-х, там большое количество, ну, почти два вагона стержней. 90% из них не писали. Когда я приехал предъявлять претензии, мне сказали, в контракте ты что хотел купить стержни? Стержни, ты стержни получил, получил. Я говорю, ну, они же не пишут. Я говорю, а где это было обусловлено в контракте? Это был очень хороший для меня урок. И сейчас, например, мы уже с вершины своего, там, пятого десятка, могу сказать, что крючок на поставку, крючок киви для подвешивания колбасы такие, они примитивные, ну, такой изгиб и там зацепы. Вот этот крючок для поставки из Китая у нас контракт 350 листов. Мы прописываем, что, из чего производится этот продукт, какая, соответственно, толщина по пленке на напыление, из какого металла, как страхуется груз. То есть мы прописываем до мельчайших подробностей. Это неплохо, нехорошо. То, что китайцы не собираются вас обманывать, он просто использует все, что не оговорено, по своих целях. Поэтому здесь это агрессивность. Да нет, это просто обычный документооборот. Поэтому ведите бизнес с Китаем. Как только вас китайцы очень хорошо учат. Китайцы потрясающие учителя. После этого вы будете приезжать в Беларусь или в Россию и думать, какой же здесь, собственно говоря, не агрессивный и пассивный бизнес. Тем более китайцы уже давно в Беларуси присутствуют. Не без гиды отношения с властью. Это знакомые партнеры для премьер-беларусов о власти. Это было мнение Дмитрия Потапенко по поводу значения российского фактора для белорусской экономики. Дмитрий, спасибо за заочное участие в дискуссии. Летняя школа, уверен, высказанные в ней мысли более объективно позволят нам оценить ее предмет. Ссылочки на Advocacy Camp в описании к этому видео. Ну а те, кто интересуется реальным состоянием российской экономики, смотрите нашу еженедельную с Дмитрием программу «Курс дядюшки по breaking news» на YouTube-канале Дмитрия Потапенко или на канале Титра Сейлса, или пишите на мою страницу в Фейсбуке, я публикую на стене ее выпуски. Удачи вам, до новых встреч. На самом деле это вот такой формат, да, действительно Дима хотел сюда приехать, потом же не получилось, но вот мы решили, Женя предложил, вот я взял вопрос, подготовили вот такое интервью, это будет достаточно интересно, вот, потому что человек найдет и то, и все, то есть он всегда является одним из, чем он даже, по-моему, в партии рост, да? Да, он в политике тоже, он не экономист, он предприниматель, он интуитивный экономист, сейчас он себя называет экономистом, но, по крайней мере, точно книгу Мизеса «Человеческие действия», то есть я лично ему даю, есть фотография, наверняка я ее читал. Да, там словосочетание «Афтистская школа», Мизес Хаяк, она капитализм, у него изо рта звучали, лично я свидетель, он это уже говорит, это единственный человек в России из бизнеса, который произносит эти слова, поэтому маленькая победа. Ну что, какие главные выводы вы сделали из доклада Дмитрия? Что он думает о Беларуси? Позитивного. Ну, я покажу это не только это, я его интервью здесь, я его десяток уже посмотрел, ролик на ютубе и все остальное. Процентов 90 я с ним согласен. Правду говорит? Не заблуждается? Нет, не заблуждается, единственное, что, понимаете, мы говорили здесь, мы говорим о чем? Мы говорим все время, вот, наталкиваемся на какой момент. И вот Потапин говорил, Иван об этом говорил, мы говорим, и общество, и государство. Я только что хотел вам объяснить. Четкое разделение. Государство само, общество само. Знаете, не совсем так. И первое, и второе никак не контролируют, не участвуют. И вот западные ценности, это контроль общества над государством, да? У нас нет этого контроля. Поэтому, когда нет этого контроля, государство делает то, что... То, что считает, да. Ярослав пытается сказать, что вот, слушайте, вот смотрите, вот это государство, которое, видите, создало такую свою монстр, и там крадут тысячами, миллионами, гаражи все забиты. Да неужели же не толкнет на то, что, ребята, надо как-то реформироваться? Сами так проснулся. Да, он, секунду, он, подожди, делает, вот, ошибка в чем? Ошибка в том, что государство, если оно само себя реформирует, оно станет под обществом. Поэтому оно же понимает, если оно сейчас откажется от того, что... Да, разрешение лучше в России. Да, так вот... Ну, пошли уже эти вопросы. Нет, так это вот вариант того, что... То есть, похоже в Беларуси, в России, абсолютно похоже на... Потому что... Ну, потому что... Ну, потому что... Страны, как грязь, приводы, как мы... Нет, я понял, а государство, почему, Беларусь, основа, высшие... Я понял, все, вы уже услышали мысль. Продолжим дальше. Сядыш, потом... Я с Битей, я по многому согласен. Как раз с Ерславом, когда мы на дневную очередь разговариваем, как раз и говорю, что не надо там государству полагаться, начните с себя, построите свой эффективный бизнес, покажите в отдельно маленькой улице, покажите, как можно работать эффективно. А потом уже развалите все на государстве. И второе, то, что с Дмитрием полностью согласен, не надо думать, чтобы где-то работать проще, чем в Беларуси. Беларусь, я на самом деле, лопа, и то, что он правильно сказал, что вот этот белорусский монетелизм... То есть, вот я тут... Простила, значит, Потапенко путерплюсь, да, абсолютно. Да, 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 абсолютно верно. То есть... Спасибо. Иван, потом, пожалуйста. Поэтому очень понятный спич Потапенко, да, Лукашенко не даст. Надо делать самим. Все. Надо надеяться на самих себя. Да, да, да. Концентр. Полудин. Очень хорошее замечание в обороне китайского капитала и китайского присутствия на нашем рынке. Он нас предупреждает, чему может привести китайские равные деньги, китайский капитал. Окей. Еще замечание? Комментарии? Для украинских коллег Дмитрий записывает с украинской предпринимательницей Яной Матвеичук, известной в Интерше, у нее есть канал «Бизнес-Арена». Аналогичная программа, курс «Дэпишки Фуа» про Украину. Тут тоже можно найти, Потапенко, Украина, там, более, немножко приземленные вещи, там, про бизнес больше, но он, в общем, по украинской экономике, он тоже мнение свое имеет, в общем, он очень информировал. Женя, вопрос. Как отношение, вот, с такого рода точки зрения, среди российского, вот, есть РСПП, да, то есть, те люди, которые представляют бизнес, да, есть, там, политические куда-то истеблищные, Монтиклево, он, на самом деле, вот, сколько раз слышал на разных формах. В те кругах он не вращает. Вот. Вот они, вот, не дузга. Вот, именно, правильно, да. То есть, получается, что предприниматель, который вырос, и дает такого рода оценки, хотя у него, там, миллионная аудитория, он все равно не воспринимается как нечто серьезное среди наговора на академика научных кругов. Не сказал бы, он публичный спикер, смотрит его, ну, наверное, не миллионы, но сотни тысяч точно, мнение его известно, он известен тем, что он говорит прямо беспрекрасно то, что думает, говорит правду, чему его слушают, он говорит то, как есть, часто радикально. Да, разумеется, он не фигурировал против всех союзов, но это означает, что он не владеет информацией, разумеется, он инсайдер, потому что он и в партии. Ну, с Титовым же работаешь. А? С Титовым работаешь и аудитория. Конечно, то есть, весь инсайт у него прямо наладок. Поэтому, что он может, то он не вернулся. Вот такой ответ. Спасибо. Еще один комментарий, потому что сейчас еще маленький фрагмент будет для другого человека, который сделал на Сетербургском форуме, человек, который является автором налоговой реформы России, известным юристом и, наверное, скорее всего, экономистом. И вот выступление Дмитрия, это выступление, грубо говоря, подперемателем от народа, как бы древесник. А выступление, которое вы сейчас увидите, это выступление человека, который является, собственно, частью вот этой эстеблочной экономической элиты России сегодняшней, со статусом депутата, со статусом связи со всеми ключевыми фигурами. И вот то, что он говорит, тоже во многом характерно, потому что те проблемы, которые мы обсуждаем, а дадут, не дадут, а даст, не даст, на самом деле, это одно. Такое дело, когда уже изнутри начинает, вот, Дмитрий говорит, типа, ну, скоро их там, типа, не будет, а, конечно, исторически это 90-20 лет, физически, скорее, но вот спрос на нечто изменения в российской экономике, он совершенно четко присутствует, причем среди тех вот людей, которые и делали эту систему. Когда вот мы в рабочей группе Минфина, где Андрюша, где Андрюша, говорим про поводу налоговой реформы, да, я очень часто слышу от Кейко, от замминистра финансов, от МНС, мы будем использовать некий российский опыт, да, я вот им тоже вдавал ссылку вот на это, на другое выступление, там было больше часа, да, на человека, который, собственно, эту налоговую реформу придумал, вот как он оценивает ее эффективность, ее состояние, там, 15 лет спустя. Поэтому давайте послушаем еще, потому что это судно. Спасибо большое. И я хотел бы следующий вопрос задать Андрею Михайловичу Макарову, председателю бюджетного комитета Государственной Думы, наверное, главному человеку среди законодателей, который отвечает за экономическую политику. Андрей Михайлович, Ваша оценка реализуемости и того, что мы должны сделать в первую очередь, что вы ожидаете от правительства, насколько вы считаете образовавшийся гэп между нами и странами-лидерами. Мы говорили о том, что мы должны расти там быстрее, чем мировая экономика. Я посмотрел прогноз на следующие 6 лет, там просто прогнозируется 3,5-3,7% пункта, то есть ниже 4% нам расти никак нельзя. Ваша точка зрения, ответ, что нам предстоит сделать и насколько вы комфортны с теми предложениями, которые сегодня уже есть? Ген Борисович, извините, я все-таки начну с того, что скажу, что вы сегодня допустили вот только что две главные ошибки. Первое, после призыва Голиковой к конструктивному диалогу вы дали слово мне, а второе, это то, что несмотря на наши с вами очень хорошие отношения, вы начали с того, что вы представляете слово главному депутату, который за что-то отвечает. Это неприятно, кстати. Я первый раз в жизни написал себе тезисы. В прямом эфире выступать, что-то доказывая бесполезно, это может делать только Алексей Леонидович, ну и, наверное, Антон Германович. Я себе такое позволить не могу, поэтому только тезисы. Итак, первый тезис. Проблема экономического роста не имеет никакого отношения к экономике и лежит во вне экономической плоскости. Кстати, вы это сказали по программе среднесрочного развития, которая была 15 лет тому назад, которая не была выполнена. Второе. Основная проблема – это то, что слово «дауншифтер» у нас в стране воспринимается как оскорбление, а не как попытка обсудить, почему мы снизили передачу, а ведь именно это дословный перевод этого с английского, и что нам нужно сделать для того, чтобы снова повысить скорость. И вот до тех пор, пока предложение к обсуждению мы будем воспринимать как оскорбление, я думаю, те приоритеты, которые озвучил Алексей Леонидович, совершенно бессмысленны. Третье, на что хотел бы обратить внимание, и это, извините, тоже вы. Я вообще сегодня буду вас цитировать. Это название вашей вчерашней сессии. What will tomorrow bring? Ну, вчера, завершая сессию, вы сказали, а завтра на завтраке мы затронем локальную повестку дня. Тогда давайте поменяем название. Будет правильно назвать ее What will tomorrow bring us? Но тогда возникает вопрос. Наша повестка и мировая повестка, насколько они совпадают друг с другом? И если мы собираемся обсуждать локальные проблемы, не означает ли это, что мы фиксируем свое вечное отставание от проблем мировых? Вот это, пожалуй, главное то, что я хотел сказать. А теперь, честно говоря, хотел бы предложить, обсудить то, что на самом деле можно было бы обсудить. И то, что имеет значение для роста экономики, как мне кажется. Гораздо больше, чем приоритет. Я предлагаю обсудить второй закон термодинамики. Для тех, кто... Нет, Чубай сидит рядом, и я думаю, вы понимаете, что это отягчающее вино обстоятельства для меня. Все понимают, что я не просто так с этим выступаю. Так вот, итак, я напомню второй закон термодинамики тех, кто уже забыл среднюю школу. Вот, мне неудобно, при всей Гурвиче, который закончил физтех, это говорит, что энтропия замкнутой системы возрастает. Почему я об этом сейчас говорю? Что на самом деле энтропия, для тех, кто опять же не помнит среднюю школу, это на самом деле мера необратимого рассеивания энергии. Проще говоря, мера беспорядка. И это означает только одно, что в замкнутой системе хаос возникает просто потому, что мы ничего не делаем или просто ничего не делаем. А вот для того, чтобы в замкнутой системе навести порядок, надо что-то делать. Причем меры, которые мы будем предлагать, они должны быть качественными. В противном случае, то есть, помните, как известно, надо очень быстро бежать вперед, чтобы хотя бы стоять на месте. И тогда нам надо на самом деле в первую очередь определить, в чем сегодня главные проблемы. Ведь вот мы обсуждаем указ президента. Да вот сидят губернаторы. Спросите у любого из них, будут ли они выполнять указ. Я посмотрю на того сумасшедшего, который сейчас встанет и скажет, нет, не буду, потому что у меня нет денег. А у них нет денег на выполнение указов. Строго говоря, правительство, которое сегодня говорит о том, что оно будет выполнять указы, тоже прекрасно знает, что те цифры, которые Татьяна Алексеевна назвала, когда была председателем счетной палаты, 8 триллионов у правительства тоже нет. Так откуда мы их получим? И на самом деле, но, к сожалению, мы все вопросы свели к обсуждению, где взять эти 8 триллионов, а не то, что на самом деле надо сделать. А дальше мы прекрасно с вами понимаем, что две главные беды. Это абсолютная неэффективность и абсолютная безответственность. Я сейчас, вы знаете, уже в принципе считаю, что я намного наговорил, поэтому я не буду говорить названий, но я предлагаю сопоставить капитализацию отдельных частных компаний с капитализацией отдельных, сопоставимых, по крайней мере, по виду деятельности, государственных корпораций или даже государственных монополий. Повторяю, смелости назвать компанию у меня не хватит. Так вот, коллеги, а вторая беда – это неэффективность, это абсолютная безответственность, потому что в стране никто не отвечает за результат, который он был достигнут. И тогда у нас на самом деле возникает, а сделано ли что-то сегодня? Да на самом деле уже главная задача по выполнению указа решена. И мы должны сегодня откровенно это сказать. Я думаю, что еще министр экономического развития будет говорить, но я думаю, что лучше послушать его на следующем завтраке Сбербанка через год, потому что главное мы сделали, мы передали Министерству экономического развития Росстат. Все будет нормально, коллеги, поверьте. Ну а теперь последний буквально тейс, я знаю, что пора заканчивать прямой эфир. На 8 я уже наговорил, в принципе, не хотелось бы получать больше, потому что, к сожалению, исправительно-трудовые колонии за это время лучше не стали. У нас неэффективная налоговая система. Она реально неэффективна, она не может выполнять стимулирующую роль. Но мы абсолютно не готовы обсуждать. Мы готовы обсуждать ставки неналогов, но мы не готовы обсуждать систему. У нас неэффективна бюджетная система. Несмотря на то, что Минфин вот в этих вот условиях пытается выжать из нее... Нет, я не буду говорить, что пытается выжать из нее Минфин, потому что на самом деле система межбюджетных отношений у нас еще более неэффективна, чем бюджетная система. У нас неэффективна система управления. Но вместо того, чтобы обсуждать, как решать системные вопросы, которые действительно могут дать результат, мы будем с вами обсуждать, где нам взять 8 триллионов. Но я хотел бы обратить внимание Алексея Леонидовича Кудрина на то, что говорить о том, что мы можем исправить наше образование или здравоохранение деньгами в лифтних, это то, что говорила сейчас Голикова, это бессмысленно. Добавив в любую неэффективную систему, денег мы сделаем только одну, возможность более эффективно их воровать. Но я повторяю, первый шаг в выполнении указа президента передачи Росстата Министерства экономического развития выполнено, и я думаю, что следующие шаги будут не менее эффективными. Спасибо. Андрей Михайлович, спасибо большое. Я думаю, что вы... Коллеги, я хотел бы... Извините, извините, простите, коллеги. Вот тем, кто похлопал, не советую, коллеги. Поймите, не потому что мне это неприятно слышать, но просто в группе я получу гораздо больше, чем один. Ну, ваше юридическое прошлое не дает вам покоя. Да, адвокатское прошлое. Но спасибо большое, Андрей Михайлович. Вы всегда очень ярко умеете донести свою мысль, и на самом деле спасибо за то, что вы транслируете некую альтернативную точку зрения. Вот, он был юристом, потом он был очень богатым адвокатом. И потом с адвокатом он перекладывается в экономисты, кстати. То есть он неплохой адвокат сегодня бизнеса, пройдя довольно сложную эволюцию за 30 лет. Лично знаю, я его зовут Грюши, всегда когда встречаемся... Вот, на этом, вот инсайдер, да, вот. Я к тому, что, когда мы говорили, что вот система не может меняться, вот я скорее поддержу Николая Александровича, которая говорит, что все равно же имеется вещество, они могут быть катализированы. Потому что, когда вы видите, пол проблем, да, и, собственно, и старая система, никто не обсуждает системные структурные вещи, да. Андрей Макаров, депутат Госдумы, и там куча-куча у него всего есть. И все сводится вот там, где дайте деньги для того, чтобы их потратить на бессмысленные проекты, распилить, как у нас, да, то же самое. Дайте деньги МВ, дайте деньги Всемирный банк, дайте деньги там, зачем? НДС повыше. Да, в России еще НДС 20%. Вот они, на самом деле, совершают, как бы, такое счастье, что Россия вот по всем ошибкам в Беларуси проходит и идет вперед. Все просто масштабы у них другие, да, и там, и батунияты. Есть мнение о том, что все эти ошибки, они сначала обкапываются в два, да, в два, в три, 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 в три. Вовлечение бизнеса сообщества в диалог с властями гораздо шире, глубже, чем у нас. Да, да, это верно. То, что получается, там и Титов говорит, там, бессмен, и там, вот, что-то, 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 что-то. Огромное количество блогов, всего, и в СМИ, на самом деле, они, даже когда бессмысленные встречаются с бессменами, он там спрашивает, там, и к Медведеву в ход есть, у многих бессменов, и не говорят. Заметьте, вот вся система, она вот в таком состоянии, что, так вот, силовой натурный блок, он никуда не движется, никуда не хочет двигаться. Вот, и вот эти ребята, они, как бы, как какие-то буревечники, говорят, слушайте, если вы не будете делать, там будет трендет. И вот какие-то катализаторы внешние. Кому трендет, Ярослав? Трендет им. Кому трендет? Кому трендет? Силовому блоку миллиардеров России. 100% для ошибки. Ну, подожди. Где сегодня находится... Здесь сегодня находятся те олигархи, те мэкбаркидеры, которые были в 95-м, они живутые. Они живутые, они живутые, они живутые. Поэтому мы говорим про то, что система все равно пожил. Вот этих людей есть, и я думаю, они начнут огрызаться. Кого первым посадят? Чубайса. Кого следующим посадят? Глефа. Да? Всех тех людей, которые вы видели, сидят там, они живут ли за 15 раз. Подожди, Геннадий, Геннадий. Не такой режим разговора. Мы разговариваем через бадрат. Вот, поэтому здесь у нас может то же самое быть. Насколько... Вопрос у нас всем, да? Насколько вот такое ощущение тревоги, да? Может подтолкнуть к тому, чтобы все-таки поменять реально серьезные вещи, а не заниматься мелочом. Потому что Ваня говорит, мне очень понравился тезис, вот вовлечение его в декрет номер 7, да? Чтобы на самом деле просто у меня вытерли ноги и все. Нам вопрос большой ко мне, например, когда вот эта рабочая группа, совет произведения принимается. Я честно говорю, что это полная туфта, да? Причем господин Турчин говорит, ярославский революционер, ты вообще ничего не хочешь делать, а я... То есть, получается, все остальные молчат, понимают, что это абсолютно бессмысленная вещь. Я там, я что-то делаю, делаю заявление, там, делаю какие-то предложения. Пишу? Да, пишу, и при этом все складывается, а мне дают там на 5 дней кучу нормативных актов, да, из замечаний. То есть, все сводится к формальному вовлечению, в процесс, то, что Ваня говорит. Мы все там через это проходили и союзы проходили. Вопрос, что нам делать для того, чтобы появился даже такой Макаров у нас, да? Либо это Батюшевский, либо это там Снапков, либо это кто-нибудь из бизнеса там большого, чтобы сказал, слушайте, ну реально, у нас такое выступление невозможно представиться. Как бы то ни было. Почему невозможно? Ну, нет. Выходит человек уровня, ну не знаю, там, начальный председатель комиссии бюджетной думы, не дума, а наша... Валана Конопасская сидит. Да, да, да. Не, не, не. Она уже в еручке. Не надо. Друзья, вот как вы считаете, вот этот вот дискурс, да, насколько это возможно в Беларуси, насколько вот процессы есть и в России начнется перемен, насколько трансляция будет на нашу страну? Ну, во-первых, я считаю, что этот процесс уже по-любому идет, и то, что мы здесь обсуждаем, это подтверждает. Во-вторых, сложность, которая лично мне всегда виделась, чаще всего критикуется, но ничего взамен не предлагается, некая понятная система тому же Александру Григорьевичу, понятная система, а что мы предлагаем? Как она будет работать? На самом деле, концепции немерено, и когда это предлагается наверх, там, ну, о чем обсуждать? Понятно, что рано или поздно появится кто-то, кроме Рыманчука, который встанет и скажет приблизительно такой же текст здесь. Но весь вопрос будет опять, а что мы конкретно предложили? На самом деле, мы предлагаем изменения к тому, что они делают. А свою систему вот эту, лично я ее до сих пор и не увидел. Если я не видел, то, опять же, тем более, не увидел. Окей. Ваня, скажи. Простая ситуация. В России нам было сложнее. У них ресурсное проклятие, так мы говорим. Доходы, ничего, слава богу, нет. У нас тоже есть борьба. Пример, в России это 60% доходов. Для Беларуси это на сегодня 20%. И причем этот краник это держит кое-кто в руках? Да, за границей. Да, да, да. И в этом смысле, вы послушайте, то, чем была еще суть моей спича. У нас система на сегодня адекватная и эффективная, она работает. Она не конкурентоспособна по сравнению с западными, но власти у нас адекватные. И угроза вот эта, то, что краник там могут перекрутить, это постоянно показывает. Так Путин тоже адекватный получается? А Путин тоже мы все адекватные? Нет, у них другая история. У них нефтяные доходы настолько заливают сознание, что с этим они вряд ли что-то сделают. Потому что перераспределение устроить внутри у них намного сложнее. У нас система и более управляемая, и осознает угрозу, и может что-то сделать. А у нас в этом смысле... Будет делать? Я не знаю. Будет. Делать. 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 Да, извините. Вот если мы говорим про налоговую систему, то то у нас наготовится на ближайшие 3-4 года поменять систему и уйти от российского нефтяного проклятия, от нефтедолларов, которые нас подпитывают. Другое дело, что они выстроили в модели три точки для себя, а их должно быть 5-6. Три точки мало, поэтому мы можем просто на длинхе проползти. Опять ты говоришь, что они готовятся. Готовятся в случае того, как сказал Кейко, задмиссер финансов. Мы готовимся, мы знаем, что это будет выпадение доходов, поэтому мы не можем себе позволить снижение налоговой нагрузки, мы не можем себе позволить снизить ее до 35% ВВП, поэтому мы будем терпеть. Если они могут себе позволить, это сократить свои расходы. Вот классическое, это то, о чем мы говорим, 10-15 лет, что они больше тратят и они по целевому неэффективно. Если они меньше будут тратить, тогда мы сможем сделать маневр. Своей точки зрения, какой же называется налоговый бюджетный маневр? У нас? Да. Вы говорите, что они готовятся к налоговой форме, вот и закончится там в сентябре работа по налоговому кодексу, и логично предположить, что будет продолжение там еще не стратегического... Я уверен, что через три года мы увидим совершенно новый перечень подоксизных товаров и увеличение налоговой нагрузки на физических лиц в виде отмены льгот подоходного, увеличение платежей по налогу на землю, налоговую убежимость для физлиц. И далее, и далее, и далее. Я тоже начал слышать. Отмечая на вопрос, может ли у нас такое быть? Правильно. Система-то у нас эффективна. Есть какие-то точки напряженности, где распределяются ресурсы. Когда ресурсов станет меньше, тогда кто-то и появится из проигрывающего, так скажем, сегмента, который выйдет и скажет, ребята, в целом система неэффективна. Неэффективна вот эта, вот эта и вот там. Так уже... Ну и значит, ты пока еще... Дед сказал, что все, надо менять. Он же как бы и сказал, 40-40% ВВП не потеряли, друзья. Дерашваб. Еще один сюжет. Вернемся к факту России. Когда мы проехали, мы скинализуем и Алексеем Павелевым на зрительный эксперимент. Если представить, что мы российскую купоповину отрезаем от городского тела, то есть чем угодно, но нет больше ни экспорта, ни импорта. В принципе, от России страна отвязана экономически. Как быстро в стране произойдет революция? Ну, под революцией мы понимаем быстрый перемен. Сошлись на то, что месяцев 6 будет достаточно. Фактор России крайне существенен. Когда у вас есть папа богатый, который вам, разберяя, дает деньги, вам, ничего не представляющему себя ребенку, да? Вы будете так же. Вы не изменитесь сами. Даже если вы понимаете, даже если папа... Папа должен либо принять решение, что умрятый изменит, папа должен просто исчезнуть. Он должен умереть. Это должно разорваться. Пока этого разорвания не произойдет, всегда есть возможность залить свои собственные убытки ресурсами со стороны. Не пугай, не будет геволюцией. У нас не будет геволюцией. У меня чуть-чуть другое мнение. Если, да, гипотезическое предположение, да, отрезание куповины... У меня связок с трендами будет, с покупаемым корпусом. Есть примеры, да? То есть нужно учитывать менталитет. Половина населения просто уедет. Не будет никаких таких пересурочек. А остальное будет выживать за счет трансферта. Переводы международной трансферта. Мы не будем... Вот, я не знаю, вот... Я тоже не услышала. Аня. Понимаете, мы, как бы, действие экономисты, да, мы собираемся и говорим действительно о глобальных вещах. Но и вот в интервью Дмитрия говорил, да, мы забываем о том, что нам продают там наши же страхи, да, там, оборону, там, милицию. И это, как бы, наверное, какие-то политические вопросы. Когда мы говорим о том, чтобы сократить бюджет, да, мы сокращаем все, что можно, но мы не сокращаем расходы на армию, мы не сокращаем милицию, потому что это, в какой-то степени, способствует... Та же песня в России, там. Да, стабилизация, удерживание вот этой вот эффективности. Власть держит на слегка. Власть и вот этой системы, да, понимаете? Поэтому, наверное, все-таки я говорю еще раз о том, что нам надо так-то вместе больше консолидироваться на том, чтобы наносить месседж о том, что вне бюджетные фонды, там, авиационные, там... Любые, там, сортивные. Да, это зло, да. Да, по-разному это тоже, да, то есть из бюджета это тоже зло, да? То есть все-таки надо как-то, наверное, пытаться разбить их рамки для того, чтобы наносить эффективность вот в каких-то вопросах, понимаете? То есть нам сами пытаться отрезать невозможные, там, невозможные, да, то есть вот эти неэффективные расходы... А что если каждому милиционеру, каждому военному человеку внедрить в голову идею? Даже по методу Декабрия в фильме «Инцепшн», да, когда вас нет, да? Что они паразиты, что они драмаеды, что они сидят здесь. Все, друзья, мы уже сели 15 минут обеда, поэтому... Здесь вас здесь и это. А также. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТОЙ ОПЛОДИСМЕНТОЙ